Всем привет! Сегодня я вам расскажу, что в моей косметичке. Если вам интересна эта тема, то оставайтесь со мной. Вот так выглядит моя косметичка. Косметичка достаточно большая. Она вообще идет как клатчик, то есть я ее бывает использую как клатч. А сейчас я хожу в основном с большой сумкой, поэтому вот эта косметичка хорошо помещается. Она открывается вот здесь на молнии и также здесь есть вот такой вот ремешок на руку. Косметичка эта у меня из натурального лака от Giorgio Armani. Так, вот так она выглядит изнутри. То есть она достаточно большая, тут может поместиться достаточно косметики. Так, значит в косметичке всегда у меня лежат обычные бумажные платочки. Так, значит тут у меня лежит пудра. Пудра от L'Oreal. Я вам ее показывала в другом видео. Nude Magic BB Powder. Пудра мне это сейчас очень нравится. Она мне отлично подходит. Она отлично матирует кожу, не подчеркивает шелушение. Если у вас вдруг сухая кожа и она шелушится. То есть она не подчеркивает шелушение. Отличная пудра. Мне очень нравится. Она очень легкая и абсолютно незаметна на лице. Так, следующее это крем-мусс. Тональный мусс для лица от Max Factor Whipped Cream Foundation. У меня в сороковом оттенке Light Ivory. Пудра это тоже у меня в оттенке Light. Самый светлый. Значит, вот этот вот крем-мусс мне он сейчас очень нравится. Потому что у меня сейчас кожа немножко сухая и он отлично мне подходит. Потому что он неплохо питает кожу. Вот. И абсолютно тоже не подчеркивает никакие шелушения. Вот. Так что, если у вас тоже сейчас сухая кожа, я думаю, вот такой крем-мусс вам тоже бы подошел. Так. Дальше. Здесь у меня лежат румяна от Bourjois в оттенке 33. Да. Так. Здесь вот такая кисточка. Эти румяна лучше наносить вот этой кисточкой. Потому что другими кистями, да, там из натурального ворса, да, абсолютно любого плохо наносится. А вот именно вот этой вот маленькой кисточкой наносится отлично так, как надо. Значит, румяны эти, они светлого оттеночка и они с золотым шиммером. Вот. Абсолютно они такие светлые. Вот. Ну, оттеночек красивый. Вот. Мне эти румяна очень нравятся. Так. Так же в косметичке у меня лежит хайлайтер. Вот. Хайлайтер от Benefit High Beam. Значит, хайлайтер этот, как я уже говорила в прошлых видео, он с розоватым подтоном. Вот. И мне он отлично подходит. Мне он очень нравится. Он кремовый. Здесь вот такая вот кисточка. Вот. Придает очень красивое сияние кожи. Вот. Он очень красивый. Мне он очень нравится. И он отлично держится в течение всего дня. Вот. Так. Дальше. Значит, у меня здесь лежат, по-моему, две помады сейчас. Вот. Это помада от Maybelline в оттенке 140. Вот. Сейчас покажу. Она вот такого цвета. Вот. Но на губах эта помада, она кажется такой достаточно яркой. Вот. И если я хочу, чтобы у меня оттенок губ был посветлее, я наношу вместе вот с этой. То есть, я смешиваю два оттенка. Вот этот нюдовый. Это помада от Catrice в оттенке 05. Mid Nudie. Абсолютно нюдовый оттенок. И если их смешивать, получается очень красивый оттенок губ. Так. Дальше у меня здесь лежит тушь. Сейчас я использую вот эту тушь, потому что она не осыпается, да, несмотря на то, что она стоит примерно рублей 200. Но она мне очень нравится тем, что она не сухая. Я не люблю сухие тушь, а эта долгое время остается такой достаточно жирной. Кисточка вот здесь вот такая. Она силиконовая. Раньше была обычная. Сейчас они сделали такую. Но все равно тушь остается хорошей. Она такая жирная. Она хорошо удлиняет и делает объем ресницам. Так что да, не знаю, мне она нравится. Так. У меня здесь лежит карандаш для губ. От Ева Мозаик. Такой он розоватого цвета. Вот. Ну, камера, может быть, плохо передает. Но такой у нее на губах получается красивый розоватый оттенок. Также у меня здесь в косметичке лежит, значит, карандаш для бровей. Тоже от Ева Мозаик. Оттенок называется этот Анюдтоноглазки. Вот. Оттеночек такой он светлый. Ну, нормальный. Мне нравится. Я не люблю просто, когда брови сильно темные. Вот. Поэтому мне этот оттеночек хорошо подходит. Также у меня здесь лежит консилер. Я его показывала вам. Тоже в каком-то прошлом из видео. Консилер от Кэтрис. Камуфляш Крим. У меня в оттенке 010 Айвори. Также у меня здесь лежит самое обыкновенное зеркальце. Такое с бабочками. Оно металлическое. Вот. Вот так оно открывается. Вот. Значит, здесь у меня есть как обычное зеркало, так и с двойным увеличением. Вот. Ну, в принципе, мне этого достаточно. Так. Также у меня здесь лежат матирующие салфетки. Вот. Обязательно нужно, когда появляется жирный блеск на коже. Вот. И здесь у меня еще в косметичке лежат. Так. На всякий случай вот парочка невидимок. Вот. Ну и все. Это вся косметика, которая у меня на данный момент лежит в косметичке. Вот. Бывает у меня в косметичке совсем мало. Там может быть помада, зеркало, пудра и все. Да. Остальное это я с собой не таскаю. Вот. И на этом у меня сегодня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok